Доброе утро всем, кто на национальном. Я вам рада представить нашего сегодняшнего гостя. Этим утром у нас в гостях министр сельского хозяйства Хизир Багалаев. Доброе утро. И сразу хочется вот так начать с сельского хозяйства. Вообще мы знаем, что это такая огромная отрасль. Скажите, пожалуйста, какое из направлений, на ваш взгляд, требует такого особого внимания со стороны МИС сельхоза? Основное направление МИС сельхоза – это более 50-60% нашей республики, населения, зависит от этого Министерства сельского хозяйства. Это самое сложное, это производство считается самым сложным, производство это сельского хозяйства. Поэтому направление у нас по безопасности продукции республики. Это по эксперт-замещениям. Другие, там, нацпроекты, индикаторы мы выполняем каждый по направлению. Там есть растеноводство, там есть определенные, есть картофель, есть овощи, есть фрукты, разные культуры. По разным направлениям мы выполняем и индикаторы. И в основном направление сельского хозяйства, влечение производства продукции сельского хозяйства – это пшеница, кукуруза, картофель. Чтобы мы могли не завозить республику, а могли свои продукты пользоваться, и была цена доступна людям. А что насчет гупов и сколько их у нас в регионе? Ну, у нас гупов где-то 14 гупов. Так, из них, вроде, там 5 гупов работают нормально. Ну, остальные, так, убыточные, нулевые показатели. Но работаете над тем, что… Ну, работают они, у них не было возможности работать нормально. То есть не было налажено работы. Из-за чего это? Из-за оборудования? Нет, там, вот они, что, они складывали свои средства, не было пополнения оборотных средств. Потом где-то брали, там, удобрения, гербициды, там, под залог, там, под будущий урожай. А сейчас мы что сделаем со стороны сельхоз? Сельхоз сделает, основной источник финансирования пополнения оборотных средств является Росельхозбанк, Сбербанк. Это 5% лёгких кредитований. Все России так работают, и мы в этом году тоже сейчас начинаем работать. То есть мы уже договорились с сельхозом России, с банком Росельхозбанка, Сбербанк уже начал работать. То есть вот таким методом, потому что уже не было у нас оборотных средств пополнения, поэтому не может от начала до конца, и все агротехнические работы, которые он должен провести, он её не делал. По сути, запускали сроки таким образом, и получал задолженность у него, и по заработку, по налогам, по всем другим направлениям. Поэтому мы сейчас вот будем озимую сеять. По ответу сейчас уже договорились с банками, я ещё раз повторяюсь, потому что без пополнения оборотных средств они не могут нормальную работу провести. Они должны оптимальные сроки провести эту всю работу, и должно быть севообороты, чередование культуры. Там много методов. Вот я читала, что пассивные площади в этом году увеличились. Что повлияло, и откуда вообще такая динамика? Значит, мы в этом году увеличились площадей за счёт велесеоборот, то есть около 5000 гектаров. Они были использованы личные цели хозяйства, которые есть возможность вкладывать средства. Или заброшенные, и там заросли они, и в Раскащичахку, там другое. Мы ввели 3934 гектаров. После этого мы в Кантышеве сейчас ввели опять 500 гектаров. Ещё 500 гектаров мы в Козоре Кавказа. За счёт этого увеличилось у нас площадей пассивные. Кроме этого мы 2027 гектаров тоже увеличили, азимы, общеницы и ячмин. Вот, кроме этого, в прошлом году списывали гектары 8400 гектаров. Мы полностью претилы, а это не будем списывать, потому что это на убытки идёт, на себестоимость продукции. Вот это такие задачи, которые у нас не были законны, как другие регионы работают, российские. И я их сейчас направил таким образом, чтобы работать. То есть люди сейчас идут, раньше никогда не застраховывали они, чтобы не получили убытки. В этом году уже начали застраховывать поля тоже. Вот даже яровые мы застраховали. Более 32 предприятия, это глупые, крестьянские фермерские хозяйства. Кроме этого мы привели Ростову, чтобы сделать анализ почвы. Там азот, фосфор, калий должны посмотреть, что там хватает. И то, что не хватает, они должны там добавить удобрения. Они были у нас легче, считали мы целые зимы. Потом мы заключили соглашение, научно-сельский институт, это Краснодаре, Лукьяренко, один из семеновожских. Один из лучших Российской Федерации. Мы с ними заключили добру. И они нам по 14 рублей поставили семена по зерновые. Когда мы здесь покупали, по 28. То есть они будут нам доставлять, да? Да, они нам доставляют, получаем мы от них и заключили. Вот у них тоже вот такой сбили сель. И по цене, да, сейчас плюс такой мы вышли. Кроме этого, у нас есть предприятия, которые поставляют и гербициды, и удобрения. Они тоже нам поставляли самые качественные удобрения, качественные гербициды. За счет этого у нас, вот вы себе можете посмотреть, в любом месте вы посмотрите. У нас все поля очищены, никаких сорняков нет. Мы еще также следим за вашей страницей в соцсетях. Так что, да, работа идет полным годом. Хорошо. Ну, сейчас, как уже все знают, идет сбор урожая азимых и яровых зерновых культур. Скажите, как вообще идет этот процесс? Нет каких-либо проблем? Ну, проблемы, конечно, у нас чуть-чуть появляются. Но по сравнению с другими регионами на Северном Кавказе, это сейчас засуха там Ставрополь, Краснодаре и Ростове, и Чеченские республики, и другие регионы наши. Но у нас тоже наблюдается такое засуха. Мы сейчас наблюдаем, аккуратно смотрим. Конечно, мы не могли получить от урожая, потому что у нас получилась чуть-чуть засуха. Потом прошла градовая, тоже у нас побила площадей чуть-чуть, 1925 гектаров. Еще у нас саранча тоже никогда не было, у нас в этом году как-то появились. Тут же наши партнеры нам оказали помощь. Один день получили этот гербицид. Тут же мы самолетом обработали, все четко здесь все сделали. То есть, если сравнить прошлый год и нынешние, есть, да, убытки в количестве сбора? Ну, убытки есть в количестве сбора. Но, несмотря на это, в прошлом году, если мы даже плановые поставили, 6 тысяч тонн, они сейчас 10 рублей 9 тысяч продают, только ячмин даже. 11-12 рублей будет пшеница. То есть, соответственно, сумму они нормально получают. Но тот урожай, который мы хотели, думали так, ну, настолько не получаем. Но, несмотря на это, в любом случае, индикатор, мы должны 112 тысяч гектаров, тысячи тонн должны получить продукции. И мы это получим. Но также у нас в регионе развивается и садоводство. Предусмотрена ли на текущий год дальнейшая какая-то государственная поддержка для развития этой отрасли? Ну, садоводство у нас по Российской Федерации один из лучших. Почему? Потому что сейчас вот это оптовый распределительный центр, который есть у нас в республике, это сад-гигант. Нету Российской Федерации. У нас там были все, даже президент правительства России был, Медведев, заместитель председателя правительства, там, Гордеев Алексей Васильевич, Патрушев, Дмитрий Николаевич. Многие руководители у нас были российские. То есть, несмотря на другие северокавказские у нас, и мотовников, и по столам северного Кавказа Сергей Викторович, он приезжал. То есть у нас одна из лучших. Почему? Потому что 468 гектаров он получил в прошлом году урожай. Он до более 500 миллионов получил выручку. Более 1500 рабочих у него были. И постоянный рабочий у него 220-23 вот так. Двухсменный работает он, постоянно рабочий, целый год работает. И отчисления хорошие, и налоги он оплачивает хорошо. Это вообще наша гордость и лицо. Это по сад-гиганту. И кроме этого у нас сейчас комплекс, это агрохолдинг сунжи тоже. Сейчас начали 10 гектаров, до 6000 что он будет получать. То есть 171 рабочий у него работает. Ну и зарплата хорошая, сад-гигант, и у него тоже 25-30 тысяч рабочих получает. Да, я заметила, и да, обычные люди, они тоже хотят работать и идут, в принципе. Да, конечно, если где-то платят, не обманывают. Люди приходят с удовольствием, сколько к нам приходят, там, устроят нас на работу, там, рабочие. И механизаторы, там, вот, допустим, сад-гигант получает 50-80 тысяч в месяц получает. Вот механизаторы, трактористы. То есть вот такие у нас. И потом у нас сейчас планируется вот по этот 10 тысяч тонн, вот сейчас в конце года начнется у нас этот птицекомплекс, это южный. Это где-то 10 тысяч тонн будет тоже в этом году. Час начнется, в следующий год он заканчивает и будет у нас тоже. Одновременно мы выполняем нацпроект. У нас есть один нацпроект, это очень-очень жесткий контроль над этим. И глава республики правительства, Медведев, там, Путин, там, жесткий нацпроект у нас по экспортпродукции. За счет этого сад-гиганта, вот это агрохолонный Сунжи и третий комплекс Южный. То есть мы будем поставить другие регионы, да, свою продукцию? Ну, несмотря на это, мы сейчас что делаем? В советское время у нас не было зернохранища, ремонт не делали, никаких, это, не было там, постройки не было. Чтобы мы могли это зерно, чтобы не возили, чтобы мы могли у себя республику оставить, а потом у нас главы есть в нашей республике тоже, это Махмуд Алиевич, у него есть большие связи, и у Низбеков Алиевича была большая связь с арабскими странами и ближайшие государства. Мы будем сейчас экспортпродукции, будем закупать у них, одновременно будем отправлять экспортпродукции. То есть вот такую задачу сделаем, в этом году на миллиард должны нам построить. Мы планируем 200 тысяч тонн, и в следующий год еще миллиард. То есть мы договорились, ни одной копейки республики нет, никаких гарантий нет, это делает через рост агролизинг. У нас с заводом, это есть воронежский сельмаш, уже есть договоренности, Минсельхоз поддерживает нас, российские, и мы будем сейчас строить. То есть за счет этого мы тоже выйдем, да, на новый уровень? Потом, после, кроме этого, у нас есть еще программа по развитию животного воздуха. Это где-то 35 тысяч мы будем завозить в КРС, в том числе 5 тысяч это дойны и 200 тысяч это овцы. Почему это? У нас более 40 тысяч сельхозугодий, и пастбищи, и сынокосы бездействуют. И сегодня очень выгодно мясо производить, то есть мясо, это животного воздуха, является 70% продукции, которые являются сельским хозяйством, является это животного воздуха. Поэтому мы должны сейчас ухлор сделать, мы нас все, и патруль, чтобы все нас поддержали. Вот продолжая эту тему, а фермеру, им оказывается какая-то господдержка? А начинающий фермер, вот как он может... Ну, начинающий фермер мы сейчас начали. У нас было запланировано где-то 28 миллионов. Сейчас мы добились, мастер-хоза пошла навстречу. У нас было 24 мая встреча в Железноводске. Это был Евкуру, глава нашей республики, был Хамчий Билан Богодиневич, я там был, был Патрушев, был заместитель министра Лут и Фастова. И там была конкретная договоренность, чтобы нас поддержали. Они у нас увеличили это средство, это 127 миллионов. Это 127 миллионов, они еще получат 10% должны свои средства вкладывать. Это средство уже у нас будет, сейчас будет дополнительное, это мясо, КРС, ну, другие, сейчас идут люди, кто-то хочет. Мы создаем комиссии, которые работают, которые хочут работать люди. Мы эти люди только выделяем. Другие туда близкие не подпускают, и не будем подпускать. Потому что... Да, что очень важно, это нужно даже проследить. Конечно, проследить, там, 5 лет ему дают это оборотное средство, это хорошее средство, без возбездия, без процента. Ему отдают, бизнес-план он составляет, по своему бизнес-плану выполняет всю свою работу, ничего не говорит. И это делает для того, чтобы там были должны 173 человек увеличить рабочую, чтобы рабочие места создали, министр хорошее мы должны отчитывать. То есть они вот выделяем это средство одновременно, там есть индикатор, мы его должны выполнить, 173 человек мы должны рабочих взять. То есть мы заставляем их, чтобы они взяли рабочие, а по один человек, там два человека. Таким образом вот и будем работать. Ну а прямо сейчас я предлагаю прерваться на сюжет, а потом мы продолжим. Оставайтесь с нами. Жара на улице, холод в помещении. Летом люди начинают активнее пользоваться кондиционерами и чаще болеть. И не в последнюю очередь из-за современных систем охлаждения воздуха, которые могут распространять бактерии. Так как же защитить себя от простуды и опасных вирусов? Попадая жары в помещение с кондиционером, человек облегченно вздыхает. Долгожданная прохлада. Но она может оказаться не только спасением. Ведь резкий перепад температур сильно увеличивает риск очутиться на больничной койке. Конечно же, не старайтесь ставить минимальную температуру, так как более благоприятная температура для нахождения в комнате, исключённую кондиционером, это более щадящий температурный режим. Не забывайте также про проветривание помещения, открыть окна, двери. Вообще желательно, чтобы заранее до прихода включить ваш кондиционер, проветрить, охладить до оптимальной температуры помещение, а затем отключить кондиционер и зайти и выполнять свои необходимые действия. Другая потенциальная опасность кондиционера состоит в том, что на его фильтрах, особенно при отсутствии должного ухода, могут скапливаться бактерии. Впрочем, в наше время уже существуют фильтры, пропитанные специальным составом для уничтожения микробов. Другое дело – пыль. Для аллергиков начищенный фильтр кондиционера может стать серьёзной проблемой. Специалисты по установке кондиционеров советуют в помещениях системы охлаждения воздуха чистить минимум два раза в год и обязательно дезинфицировать. Отдельно стоит поговорить о том, что в летний период практически в каждом офисе возникают конфликты из-за пульта от кондиционера. Одним невыносимо жарко, другие боятся простудиться. Однако для того, чтобы в коллективе царела дружба, достаточно соблюдать простые правила размещения кондиционера. Кондиционер нужно устанавливать так, чтобы поток воздуха шёл по потолку, дабы никому не в спину не дул и так далее. Далее кондиционер нужно обязательно регулярно обслуживать, менять фильтры, чистить их. Ну и, соответственно, выбирать кондиционер согласно помещению, то есть мощности, чтобы он подходил вам. Врачи считают, что температура в помещении должна составлять около 22-23 градусов и устанавливать на кондиционере более низкую не советуют. Резкие колебания температурного режима, они вредно оказывают влияние на состояние здоровья, и поэтому температура должна отличаться от уличной не более чем на 5 градусов. Не отказывайтесь в жару от использования кондиционеров. Сам по себе аппарат при правильном использовании призван приносить пользу. Ведь горячий воздух и жара опасны для организма, особенно при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы. Применяйте современную технику правильно и наслаждайтесь комфортом без вреда для здоровья. Еще раз доброе утро всем. Я напомню, что сегодня у нас в гостях министр сельского хозяйства Хизир Галаев. И продолжая нашу тему, а вот при выращивании овощей вы ведете надзор над тем, какие удобрения применяют фермеры? Да, мы это контролируем. Во-первых, вот я скажу, по сад гиганту. Он что делает? Он первоначально, вот этот забор, когда бабочка вот эта вся заходит, уничтожающий поставил аппараты. То есть то, что он должен носить 100% гербициды, он носит только 40%. То есть, и кроме этого, в прошлом году у него было 20 гектаров без никаких гербицидов и удобрений. Он начал без всяких этих. 20 гектаров, в этом году 200 гектаров он пробует. То есть вот такие задачи мы следим, контролируем. Кроме этого, у нас вот сейчас, недавно я был там, в субботу был, в Молгобедском районе, там тюрки, месхотинцы работают. Они прекрасны там, без каких-либо удобрений нет, гербицидов нет, все там. Это у них прекрасно все. Поэтому мы и крестьянский фермер, и наши тоже есть, вообще не принимают. Для этого сейчас большие средства, специальные коты дают в Минсельхоз России, чистый продукт, там коты дают. Мы сейчас будем работать над этим тоже. Я тоже их пригласил, сейчас грантовые их, я поддержку турки и месхотинцев буду поддерживать, чтобы у нас расширено, чтобы было. И в первоначале у нас не было там клубников, мы завозим в Дагестан, потом республично завозим. То есть, чтобы этого не было, мы сейчас над этим работаем, и заставляем каждого человека, который будет заниматься этим направлением. Оказывается, у нас можно это выращивать, а мы думаем, только в Дагестане можно. Оказывается, у нас тоже можно это. Мы это все сделали, анализ сделали, сейчас будем тоже по этому направлению работать. Вот такая задача есть. Отлично. Но, как мы уже говорили, наша продукция будет поставляться в другие регионы, и получается, будет реализован проект национальный, я читала в социальных сетях, национальный бренд, да? Да. Скажите, будут ли у нас вообще в республике реализованы эти площадки, где будет представлена наша продукция? Конечно, будет. У нас наша продукция, сейчас мы потихоньку изучаем, какие продукции мы должны сюда завозить, нам в республику, и сколько нам хватает, должны хватать в республике. Над этим мы работаем, и кроме этого есть там задача Министерства России, и республика наше правительство, где мы должны опублиться рынке. Вот есть крестьянский фермерский хозяйство, там мед продают, допустим, там Костою. Вот его мед, чтобы знали все, и знали, где он находится. То есть вот такие, вот такая работа мы делаем. Ты носил национальная марка, чтобы было, да? Да, что национальная марка, знали, что это его там. Или там вот Джейрахи, там прекрасно, там очень трудятся, очень большие люди, там очень много, там трудятся, они очень хорошо, прекрасно работают. И чистый мед у них есть, и мясное направление, и овощи у них хорошие. То есть тоже вот очень много сейчас, они создали ассоциации. Мы сейчас под этим будем каждый в районе, в городе, там будем специально местами выделять на рынке. Это будет и их продукция, и будут их знать все. И молоко таким образом, и другие продукции. То есть мы над этим тоже работаем. Чтобы не было у нас срамы просроченные, мы всегда завозим в республику, чтобы это не было, потихоньку нам уходить, надо своим продукциям обеспечить. Сегодня выгодно сельское хозяйство заниматься. То есть все это сейчас будет под строгим контролем Минсельхоза, да? Да, сейчас контролируем, там, и свои рычаги, которые рамка с законом, и этот, смотрим, показываем, доказываем, все, что необходимо со стороны Минсельхоз, мы все делаем для того, чтобы они нормально могли работать. Не ингурским менталитетом, не другим менталитетом, именно закон. Вот так должно быть, таким образом. И огромные средства выделяет сегодня Минсельхоз России. И самое главное, и республики наши, и правительство, я хотел бы поблагодарить, и парламенту, и министерству финансов. Потому что те деньги, которые мы выделяем федеральные, они софинансированы, должно быть один там до 5%. Они всегда нам идут навстречу и помогают нам, и софинансируют вот это средство. Они дают денег, за счет этого мы можем дать. То есть вот сейчас улучшение жилья сельских специалистов. Есть такая программа. В прошлом году взяли 16 миллионов у нас было. Просто в прошлом году было 18. В этом году у нас это 168. Кроме этого, у него свои средства должно быть еще 30%. Это насколько будет жилье улучшение. И кроме этого, там считаются молодые специалисты. Я тоже пригласил молодые специалисты, чтобы 70% мы должны им дать. 30% только больше, которые работают этим. Много у нас в республике молодых специалистов, именно которые специализируются в этом направлении? У нас очень... Сельского хозяйства. Да, есть у нас. То есть, есть очень много у нас. Мы сельхозы, процент 40% у нас молодые специалисты работают. Но я бы хотел... Хозяйства у нас, правда, нет. Я бы хотел, чтобы у нас... Я говорил деканам аграрным, Ужаху и Мурадам, тоже я говорил, давайте нам специалистов 20-30. Сегодня я готов взять каждое направление. Агроном, затеянник, инженер. Пожалуйста, давайте нам специалистов. Действительно, на сегодняшний день это такое направление, где молодой человек может реализовать себя, найти что-то свое. Тем более, если он учится по аграрным техникам. Это у нас на Сыркорте. Отлично. Ну что ж, спасибо вам за беседу. Я вам желаю успехов и больших поража вам всем. Спасибо. А я напомню, что сегодня на гостях у нас был министр сельского хозяйства Хизир Галай. По программу «Отро» продолжается. Оставайтесь с нами.